Всем привет снова, здравствуйте! Хочу начать это видео с того момента, что The Plugin, вот этот The Builder, который в видео я выкладывал и выкладывал ссылку, где его скачать заблокирован по просьбе правообладателя который мне написал и по чьей просьбе я удалил все эти ссылки но видно ему оказалось мало, он удалил еще и видео тем более теперь у меня так сказать, как испытательный срок я теперь 3 месяца если за 3 месяца наберу 3 предупреждения ну осталось, так я понял, что 2 или 3 всего ну 2 точно осталось то будет заблокирован именно вот этот канал так что ссылки я пока выкладывать не буду видео просто буду снимать вот именно как что сделать так что уж извините, хотелось как лучше, получилось как всегда ну есть надежда, что этот гражданин опомнится и просто заберет, так сказать, жалобу тем более, что ссылок там нет уже и кстати, по его просьбе так и... словом, нагадил, так нагадил ну в принципе это не принципиально и не печально ну, хотелось бы, конечно, чтобы пользователи те, кто изучает The Brush пользовались, конечно, вот разными плагинами человек этот плагин сделал я так понял, чтобы люди пользовались но получается, все-таки алчный аспект видать, перебарывает так, да ну его нахер давайте, короче, посмотрим как можно сделать битое стекло сначала я хотел сделать полностью окно стекло вставить и одно сделать битым но это слишком долго извините, то что у меня времени тоже иногда не хватает когда-то его слишком много то не хочется, то не это короче, как есть, так уже и запишу это видео дизлайки, лайки, как всегда там ну, вы знаете так, для начала давайте откроем ликбокс и возьмем для примера ну, какого-нибудь гражданина ну, допустим до любого до любого, но вот этого, да ага вот его возьмем и вот так вот все это дело вытянем вот так в саптулах о, давайте череп возьмем для примера вот этот, значит, удалим окей и вот это все тоже поудаляем так, вот этот череп мы возьмем и пока его оставим он нам не нужен подгрузим давайте план 3D вот таким образом все это дело все это дело вот так вот уменьшим вот так все это дело сразу обрежем, давайте, как нам надо с помощью вот писти вот этой trim rect, control, shift вот таким образом все это дело сделаем будет у нас вот такое вот стекло можно еще его поуже сделать так, и теперь добавим ему control w одну полигруппу и сделаем control d прям побольше не бойтесь ставьте так, миллион это слишком ну и теперь подгрузим альфу которую можно скачать в разных местах это это можно сделать в яндексе можно сделать на канале пинтерест и так далее так, давайте подгрузим альфочку жмем импорт найдем где они у вас там или находятся если вы их скачивали вообще и вот таким образом поставим вот это вот стекло сейчас оно подгрузится вот и поставим drag rect все это дело когда мы ставим вот такой имеет вид это слишком как сказать вот этот грань по прошлым видео как в фотошопе убирать я уже вам показывал но давайте посмотрим как можно убрать ее здесь ну в смысле смягчить откроем альфы модифи вот есть здесь ползунки настройки и так далее вот это вот интенсивность это вот контрастность и вот это вот можно делать сделать рф поставить так давайте посмотрим так ну вот уже она мягче более-менее пойдет так все это дело ctrl ctrl и попробуем вот так это все делая так поменьше сделаем чтоб более-менее красивее все это было вот так вот и с этой стороны поставим и вот так вот перевернем вот таким образом вот эту часть можно все-таки еще где-то подгладить вот таким образом вот так вот сделать помягче так ну что еще можно сделать теперь мы заходим делаем вот это drag size поменьше и вот этой маской вот эту серединку надо все это дело замаскировать регулируйте drag size что да как чуть поменьше где-то побольше у кого какие размеры ну и это тоже так же сделаем вот так вот так тут теперь два варианта либо убирать быстрым способом это PCBT вот это жмем ctrl и и жмем вот этот hit вот мы выбрали вот эти типа пробоины есть еще один способ это получается опять же вы по прошлом видео знаете ctrl w назначаем полигруппу вот так все у нас выглядит и ctrl shift вот это все выделяем и в геометри убираем del lower вот это и modify topology del hidden вот это все что мы скрыли мы просто удаляем так вот такое стекло получилось работаем давайте теперь с черепом вот мы его сейчас включим на него переключимся и прибавим ему наверное размер geometry size вот так череп ну и давайте divide подкинем ctrl d вот так жмем move и вот так вот назад это все дело отводим чуть-чуть еще трещины вот так подведем чтобы было прикольно так назначим назначим теперь нашему стеклу материал любой можно ставить давайте можно вот этот вот поставить вот такой можно поставить вот вот этот тоже прикольный будет теперь черепу поставим цвет включим m зад включим и теперь в калории назначим просто ну как присвоим ему вот этот свет цвет ага и теперь переключимся на стекло вот так вот и зайдем дисплей properties найдем BPR сеттинг включим transparent shadow да и жмем BPR вот вот прикольное битое стекло получилось а сзади вот его череп вот таким способом можно сделать вот такую модель в которой будут рыбки в воде будет находиться какая-то какой-то персонаж сверху вот так может смотреть или просто находиться где-то сверху на камнях на острове каком-то русалку можно сделать все вы это вот так вот компонуете состыковываете потом ставите куб доделываете вверх вот это вот чуть волны добавляете у куба где-то пролепите что-то где-то маской пройдете и вот делаете такую фишку и прям хороший может скриншот получиться или для рендера вот эти вот ракурсы все всем пока до свидания